В Краснодарском крае в настоящее время уже открыто 4947 классов казачьей направленности. 70 школ имеют статус казачьей образовательной организации. Более 100 тысяч учащихся обучаются в системе казачьего образования. Это большая сила, направленная на усиление патриотического воспитания молодого поколения. И очень важно, что для воспитания в лучших кубанских традициях проводятся различные интересные мероприятия, в их числе краевой конкурс «Лучший казачий класс». Проведение подобных конкурсов позволяет повышать уровень и совершенствовать качество казачьего образования на Кубани. В муниципальном этапе краевого конкурса «Лучший казачий класс», организованном Детско-юношеским центром дополнительного образования «Патриот» и Славянским районным казачьим обществом, приняли участие школьники из восьми общеобразовательных организаций района. В нынешнем году, и это было уже не впервые, состязания прошли на базе Славянской 16-й средней школы имени Героя России гвардии майора Сергея Таранца. По уже сложившейся традиции, муниципальный этап начался с торжественной линейки. Собравшихся приветствовал атаман Славянского районного казачьего общества Александр Симко. Дорогие казачи, дорогие преподаватели, наставники, сегодня у нас с вами очень важное событие. Мы вместе с вами должны показать всю нашу силу. Хочется верить, что вы в ходе сегодняшних соревнований еще больше подружитесь, у вас будет больше друзей, и вы будете с удовольствием вспоминать сегодняшний праздник. Поздравляю вас всех с открытием сегодняшнего мероприятия, всем удачи и успехов! Кубанское казачество возродилось и развивается на почве своей славной истории, где есть многочисленные примеры беззаветного мужества и служения Отечеству. В особенном приоритете – постоянная забота о молодом поколении, которое приходит на смену ветеранам. Каждый народ должен знать и любить свою историю, свои традиции, свои обряды, поэтому выражаю огромную благодарность также наставникам и руководителям школ, классным руководителям за то, что мы сегодня проводим это мероприятие. Действительно, оно по насыщенности очень большое и очень значимое. И хочется, чтобы дети все больше и любили казачью культуру, казачью историю, и, соответственно, приходили к нам в общество. Ребята начали конкурсные испытания с защиты исследовательской работы по истории казачества. Также они показывали свое представление о традициях и обычаях казаков и демонстрировали народные игры кубанского казачества. Исследование различных периодов истории местных казаков обогащает память юных историков ценными фактами из жизни. Защищая свой доклад, ребята использовали фотографии и другие исторические материалы. Особенно ценно, когда речь идет о добрых делах, где принимали участие юные. На берегу Кубани появилась мысль увековечить память героев-казаков, чьими усилиями ковалась общая победа. Учащиеся школы номер 11 изготовили табличку для памятного знака и совместно с казаками спроектировали постамент, на котором 10 сентября 2021 года установили память на знаке табличку. Так детская инициатива, подхваченная неравнодушными взрослыми, стала началом общего дела, настоящего проявления патриотизма, деятельного и значения. Большой интерес у всех вызвало театрализованное представление обрядов и обычаев кубанских казаков. Проводы в армию, сватовство, даже колядование в рождественские праздники – все это послужило источником вдохновения конкурсантов. Юные артисты с энтузиазмом воскрешали на сцене подробности старинных казачьих обрядов, приобщаясь к настоящей истории. Я очень горжусь своей родиной, своей малой родиной, очень надеюсь, что все будет у нас хорошо. Мы подготовили очень хорошую программу, где есть конкурс «Калядка». Мы в программе подготовили конкурсы, исследовательскую работу, обряды, проводы в армию и танец в конце программы. Я надеюсь, что мы выступим достойно, мы очень хороший, сплоченный класс, мы дружные, и думаю, что у нас в дальнейшем на каких-то конкурсах все получится. Народные казачьи игры, в которых смогли принять участие все желающие, подняли настроение. Игры развивают ловкость, быстроту, способствуют общению и сближению. Жюри конкурса внимательно наблюдала за всеми выступлениями, оценивая их по достоинству. В номинации среди 6-8 классов первое место заняли учащиеся казачьего класса 48-й школы Станицы Черноярковской. Среди 9-11 классов лучшими признаны кадеты 16-й школы. Победители примут участие в краевом этапе состязаний. Мы рады, что именно в стенах нашей школы это проходит, потому что наша школа казачья, и мы этим гордимся. Конечно же, этот конкурс, он действительно помогает детям общаться друг с другом, узнавать что-то новое. А самое главное, не забывать свою историю, историю своего народа. А народ у нас казачий испокон веков. И жили здесь казаки, и воевали, и обряды свои проводили, и свадьбы, и проводы. И все всегда в мире, в согласии, всем хутором, всем селом, всегда, все вместе, всегда на подмогу выходили. Вот такой конкурс, я считаю, он очень нужен для того, чтобы сохранять традиции казачьи, чтобы дети их знали, чтобы дети их помнили. А когда они общаются друг с другом и вживую видят, как это проходит в другой школе, это, конечно же, вдвойне интересно. Конкурс еще раз показал, что жизнь продолжается, и наглядно продемонстрировал сохранение и возрождение старинных традиций самобытной культуры. Юные славянцы, воспитываясь в духе единения и патриотизма, продолжают эстафету своих отцов и дедов. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин, программа «События».